МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на канале СТВ. В студии Ирина Мартьянова. Здравствуйте. И вначале коротко о главном. В Беларуси за три месяца предстоит разработать программу преобразований в научной сфере. Президент провел сегодня совещание с учеными. Управленческий опыт на экспорт. Впервые госслужащие из Таджикистана проходят стажировку в Академию управления. Служить закону молодые сотрудники финансовой милиции приняли присягу на площади государственного флага в Минске. Государство будет направлять бюджетные средства на прорывные научные разработки. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании по вопросу развития научной сферы Беларуси. Президент призвал ученых активнее искать внебюджетные средства финансирования и поставил задачу за три месяца разработать программу преобразований в научной сфере. Ее структура должна стать компактной и эффективно управляемой. По мнению главы государства, белорусской науке нужно ориентироваться на потребности экономики и превратиться в действенный инструмент ее модернизации. Мы не ставим во главу угла и не претендуем на то, чтобы рулить в Академии наук, управлять учеными, тем более делить собственность, которую сегодня управляет или которую арендует у государства научные институты, Академии наук и так далее. Господь с вами управляйте, если вы это можете эффективно делать. Действуйте. Более того, совсем недавно я, допустим, в сельском хозяйстве передал в распоряжение Академии наук 25 тысяч гектаров. И целое предприятие. Если вы готовы проглотить еще такой кусок, мы вам еще дадим. И не только земель, но и другие предприятия, и самое лучшее предприятие для того, чтобы они развивались лучше. Это наш путь, а не в том, чтобы там где-то под столом чего-то поделить. Вы должны это четко представлять. У меня только государственный подход к реформированию науки. Я хочу, чтобы вы встали и сказали, да, вчера было вот так, сегодня посмотрите, наука сыграла такую роль и положила на стол государству и народу вот это. Ну и спасибо. Только в этом мой подход. Платить шальных денег с 1 января мы никому не будем, в том числе и ученым. А ученым прежде всего. Потому что, Михаил Владимирович, ученые сами, умные люди, должны заработать. И себе, и государству. Поэтому зачем же мы будем выбрасывать с бюджета деньги, не получая должной отдачи? И в то же время будем отдавать последние деньги на прерывные направления. Там, где мы будем видеть и чувствовать, что мы получим хороший трактор, хороший комбайн, а желательно не только трактор, комбайн, мы уже их наелись тракторовым комбайном. Совершенно новое, на новых принципах, в новых направлениях результат. Если мы это будем иметь, мы будем отрываться от всего и ученым отдавать последние деньги. Потому что они окупятся. Напомним, в декабре 2011 года президент поручил разработать и реализовать комплекс мер по развитию научной сферы. За это время предлагались разные варианты преобразований. Буквально накануне этого совещания представлены новые предложения. В частности, об открытии на базе НАН, Центра по созданию высокотехнологичных и наукоемких секторов экономики. Александр Лукашенко считает, что результаты исследований необходимо превратить в востребованный экономикой и обществом интеллектуальный продукт. Почему только государство платит и должно платить за разработки ученых. А производственное коммерческое предприятие нужно целенаправленно использовать инструмент государственного заказа, стратегически важных для страны в сферах. А на другие направления исследований активнее привлекать внебюджетные источники. Нам надо окончательно определиться с судьбой фундаментальной науки. У нас не такая большая и богатая страна, чтобы развивать широкий спектр подобных исследований. И вопрос, наверное, не в том, богатая или большая страна, а вопрос в том, насколько они нужны нам, эти фундаментальные исследования, и насколько мы будем успешны, занимаясь сильными или иными фундаментальными направлениями. Я смотрю на это прагматично, чтобы не выбросить деньги на ветер. Лучше мы потратим деньги на несколько прорывных направлений, скажем, грядущего шестого технологического уклада. Дальше также будем развивать те направления, где в Беларуси сложились мировые научные школы, например, оптика, лазерная физика, теплофизика, биоорганическая химия и материаловедение, как фундамент для развития прикладных исследований и высшего образования. Управленческий опыт на экспорт. Впервые госслужащие из Таджикистана проходят стажировку в Академии управления при президенте Беларуси. Программа рассчитана на пять дней. Так, в лекционных аудиториях ВУЗа специалисты обсудят вопросы современного высшего образования, госуправлений и идеологии. С инновационным развитием нашей страны гости из Таджикистана познакомятся в Национальной Академии наук. Будет возможность узнать, как работает белорусская управленческая модель на практике. В рамках стажировки запланировано посещение крупных предприятий. Внешние эксперты, представители других стран весьма внимательно наблюдают за результатами государственного управления нашей стране. Опыт Беларуси уникальный, на самом деле уникальный. Мы в этом году выбрали Беларуси, потому что считаем, что в Беларуси опыт именно в обучении государственных службей наиболее продвинутый, развитый. Нам, работникам в сфере государственного управления здесь, в Таджикистан, очень важен опыт тех стран, которые уже, несмотря на трудности, несмотря на такие проблемы серьезные, мирового масштаба, сумели содержать как уровень, как и содержание, как и эффективность государственного управления. Сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля приняли сегодня присягу на площади государственного флага в Минске. В этом году самая молодая правоохранительная структура Беларуси, финансовая милиция, отмечает 21-ю годовщину образования. Вместе с новым пополнением департамента, которое принимало присягу, честовали и опытных сотрудников. Пятеро удостоились грамот и благодарности, а двое получили новые звания. Отметим, за прошедшие полгода в бюджет государства по результатам деятельности финансовой милиции поступило более 160 миллиардов рублей. Выявлено 169 тяжких преступлений. Символично, что работники произносят текст присяги, находясь на площади, олицетворяющей независимость нашей республики Беларусь, на площади государственного флага. И, как сказал глава государства на недавнем совещании, именно от обеспечения экономической безопасности и от результатов борьбы с коррупцией будет зависеть дальнейшее процветание нашей республики Беларусь. А именно работникам органов финансовых расследований и придется решать эти задачи. Мы с уверенностью можем сказать, что молодое, сильное, интеллектуальное пополнение нашего ведомства справится с этими задачами. Более 3,5 тысяч экономических преступлений зарегистрировано в Беларуси за полгода. В основном в сферах промышленности, торговли, сельском хозяйстве и строительстве. К уголовной ответственности за коррупцию привлечено более 60 должностных лиц. Как отметили в Министерстве внутренних дел, определены основные направления борьбы с финансовыми преступлениями, что позволит улучшить работу правоохранительных органов. В части организованной преступности я могу заявить ответственно, главное управление работает эффективно. А вот с точки зрения коррупции, главк недорабатывает недостаточное оперативное присутствие в криминальных схемах. Преступность сегодня в этих сферах стала, если можно сказать так, беловоротничковой. Пользуется новейшими технологиями и, что называется, немножечко как всегда, к сожалению, опережает наши действия развития правоохранительной системы в целом. Представители МВД выступили с рядом инициатив, которые на законодательном уровне позволят закрепить антикоррупционную деятельность. Например, чиновники обязаны будут декларировать все свое имущество и даже незарегистрированные автомобили, если они ими пользуются. Кроме того, предусмотрена мера ответственности за необоснованное обогащение. Запрет на повторный прием на работу. Например, руководитель Лида Хлебопродукт привлекался по разным основаниям к уголовной ответственности, перешел на другое место Гродной Рыбы, сейчас в отношении его, опять же, возбуждено уголовное дело. Если чиновник не может пояснить, откуда у него яхта, к примеру, в личном пользовании, то будущий проект нормативного документа, который будет разрабатываться, будет предусматривать меры ответственности вплоть до изъятия такого имущества. Минские правоохранители выясняют причины ЧП на станции Минск-Сортировочной. Накануне поздно вечером с рельсов сошли четыре пустые цистерны из-под газа. Грузовой поезд следовал из Бреста в Бекасово. В составе было 93 емкости. Две из сошедших принадлежат России, еще две Казахстану. К слову, инцидент не повредил железнодорожное полотно и не повлиял на движение поездов. Обошлось и без пострадавших. Для постановки цистерн на рельсы аварийная бригада использовала ремонтно-восстановительный поезд. В час ночи работы были завершены. Задержа поездов не допущена. Ущерба окружающей среде и жизни людей также не допущена. Ничего не угрожает герметичность приборов, не нарушена. И работа железной дороги осуществляется в штатном режиме. Расследование причин данного события проводится комиссией отделения управления дороги. Оценка ущерба будет уже дана после того, как будет закончена работа комиссии. Белорусские аграрии перешагнули рубеж в 4 миллиона тонн на молотозерна. Пройдена половина урожайных полей. Жаркая погода, которая установилась на территории страны, позволила существенно увеличить темпы уборочной. Взглавляет тройку лидеров жатвы Минская область. Здесь каравай приближается к миллиону. Ну а Слуцкий район первым в Беларуси намолотил 100 тысяч тонн зерна нового урожая. Во время жатвы их ставка делается на минимальной потери. Напомним, в этом году труженики хлебной Нивы намерены собрать 9 миллионов тонн зерна. Далее в выпуске спортивное обозрение Анжелики Урман. Ну а полная информационная картина дня в 19.30 с Юлией Калашниковой. До встречи.